Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о первом послании Евангелиста Иоанна. Обратимся ко второй главе. Ну, как обычно, каждая фраза и тем более каждая глава в тексте Евангелиста Иоанна, особенно в первом послании, является непосредственным продолжением предыдущего. И вот в предыдущей первой главе речь шла о том, что свет Божий проникает в нашу жизнь, и наша задача не изображать отсутствие греха, а исповедовать грехи, и кровь Христова нас очищает. Здесь, в общем, о том же самом, на каком-то новом уровне, в каком-то новом развитии своей мысли, вот говорит Евангелист. Дети мои, я и вам пишу это для того, чтобы вы не согрешали, для того, чтобы вы не согрешали, чтобы вы могли стоять в правде, поступать правильно, жить ту жизнь вечную, которую Отец подарил нам в слове жизни, о чем, собственно, шла речь в самых первых строках послания. Что бы вы не согрешали, здесь, в этом месте мысль Евангелиста делает некоторый, ну, не то чтобы вираж, ему кажется нужным вставить некоторое дополнение, поэтому он как бы в скобках говорит, если бы кто согрешил, ну, бывает, да, если бы кто согрешил, он не имеет в виду, что там, это реальное событие, ну, гипотетически возможное, да, вот он говорит, мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника, есть кому перед Отцом за нас ходатайствовать, просить Отца о прощении грехов, просить Отца о прощении грехов, это и этот ходатай есть Иисус Христос, тоже и выражение, и мысль встречается в более ранних апостольских текстах, в первую очередь у апостола Павла, здесь вот евангелист, говоря о согрешении и несогрешении, о том, чтобы стоять перед Богом в правде и поступать правильно, по правде Божьей, говорит, ну, вот, ну, если, если все-таки согрешаем, есть за нас, тому, кому за нас, тот, кому за нас вступится. Ну, его мысль с этой точки развивается дальше, в этом же направлении, и он говорит о Христе, он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира, он есть умилостивление, ну, и, вероятнее всего, это, конечно, термин культовый Иерусалимского храма, которого в момент написания этого послания уже 20 лет как нет, Иерусалимского храма. Однако ж, для иудеев, которые его застали и помнят это храмовое богослужение, вот это понятие умилостивления и жертвы умилостивления остаются чрезвычайно важными. И вот евангелист говорит о Христе, он умилостивление, то, что делает возможным существование перед Богом грешного и несовершенного, умилостивление не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. Таким образом, думая в этот момент о Господе Иисусе Христе, как о такой жертве, принесенной Отцу, нельзя не заметить, что это на самом деле поэтическая аналогия. Дело в том, что христиане позднейших времен воспринимали подобного рода тексты о жертве Христовой, может быть, чрезмерно, буквально, и поэтому, в конце концов, быстро запутались, потому что был сформулирован вопрос, кому, кто и для чего приносит жертву на кресте, и ответа здравого на этот вопрос в общем нет и быть не может. Любые попытки на него ответить приводят к очевидным богословским нелепостям. Но евангелисты здесь, он пытается образ показать, он пытается, чтобы мы увидели, что Иисус Христос – это тот из-за кого, благодаря кому сердце Отца может смягчиться к нашим грехам. И возвращается к тому, с чего начал, мы пишем, чтобы вы не согрешили, и для этого необходимо быть в общении со Христом, знать Его. Мы познали Его или не познали. Помните, он в конце предыдущей главы говорит о свете и тьме. Во свете, если ты находишься, значит, ты знаешь Христа. Если ты знаешь Христа, значит, ты во свете, а Бог есть свет, и наоборот, во тьме. А как же тогда узнать, находишься ли ты во свете или во тьме? Ну, потому что при некоторой интеллектуальной честности и минимальной совестливости, ну, у тебя должен возникать хотя бы иногда вопрос, а вот я нахожусь во свете или во тьме? Не про каких-то других людей, которые там где-то, далеко-далеко находятся ли они во свете или во тьме. Это не наша ответственность, и вообще Христос сказал, не судите. Вот я сам, да, глядя в зеркало, что ты об этом думаешь и как отличить? И вот евангелист Иоанн здесь предлагает нам одну из важнейших для него самого в этом послании мыслей, руководящую такую, что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Знания Христа и заповеди обуславливают одно другое. Если мы соблюдаем его заповеди, значит, есть в нас знание Христа, личное знакомство с Иисусом Христом, как говорят христиане 20-21 века. И наоборот, если мы его знаем, значит, мы тем самым будем выполнять заповеди. Дальше евангелист будет говорить об этом подробно. Для него это связанные вещи. Он не может себе представить ситуацию, когда ты точно наизусть знаешь учебник догматического богословия и можешь его отторобанить ночью, ну и уж там символы веры, само собой разумеется, а поступаешь как человек жестокий, подлый, немилосердный, кровожадный, алчный и так далее. В жизни такое попадается, попадается, и, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, когда вроде бы по исповеданию кажется, что все люди знают, а по жизни вовсе нет. А евангелист Иоанн говорит нам о том, что это обусловленные вещи. Не может такого быть, если ты Бога знаешь, значит, соблюдаешь заповеди. Кто говорит, я познал его, а заповеди его не соблюдают, тот врет, тот лжец. Вероятнее всего, конечно, евангелист Иоанн, говоря вот эти слова, кто говорит, я познал его, имеет в виду религиозных учителей, которые в христианских общинах рядом с ними пропагандировали свои гностические практики, аскетические, мистические, что вот там... Еще, кстати говоря, в те времена тоже было популярно употребление мухоморов, горячительных напитков и прочих химических средств для достижения измененного состояния сознания. Это столь неприглядно, что не хочется говорить об этом подробно, но все эти люди говорили о том, что они в своих озарениях, в потере разума здравого видели Бога и познали Его через разные, довольно нелепые тексты про устроение первых, третьих, пятых, девяносто четвертых небес, вот это вот все, какие-нибудь другие. Действительно была эпоха бесконечно разнообразной языческой, такой религиозности, особенно на Ближнем Востоке. Вот они говорили, мы познали Бога. Мы познали Бога. И если вы хотите тоже познать Бога, то давайте следуйте нашими мистико-аскетическими путями. Вероятно, именно их имеет в виду евангелист, когда говорит, кто говорит, я познал Бога, а заповеди Его не соблюдает. С его точки зрения, гроша ломаного не стоит. Вся эта мистика, понимаете, вся вот эта вот экстатическая религиозность с легким привкусом йоги по сравнению с правдой жизни, по сравнению со знанием Бога. Напротив, говорит он, кто соблюдает Слово Его, в том пребывает Любовь Божья, в том она совершилась. Можем понимать эти слова, как в том Любовь Божья произошла, случилась, или в том, кто соблюдает Слово Его, Любовь Божья возросла, доросла, достигла совершенства. И в том, и в другом случае это будет приемлемое толкование. Из этого мы узнаем, что мы в нем. Стало быть, вот, если есть Любовь, Любовь Божья, которая в том, кто соблюдает Слово Его, внутри тебя, внутри тебя есть эта Любовь Божья, и она достигает совершенства. Вот поэтому ты узнаешь, мы узнаем, что мы в нем. И это действительно важно для того, как жить дальше. Снова повторяет евангелист ту же мысль уже в новой формулировке. Кто говорит, что пребывает в нем, ну, раз ты говоришь, тогда надо поступать так, как он поступал. Иначе не надо говорить пустых слов. Если ты говоришь, что ты христианин, ученик и друг Иисуса Христа, и пребываешь в нем, ну, тогда надо поступать соответствующим образом. иначе другие поступки, не такие, как Иисус поступал, да, другие поступки будут опровергать тот, как сказать, опровергать гипотезу о твоей принадлежности Христу. Вот. Теперь дальше евангелист говорит о том, что я вам ничего на самом деле нового не говорю. Я пишу вам заповедь, которая древняя, которая с самого начала вы знаете. Заповедь древняя, вот, но в то же время она и новая все время. Вот. Я пишу вам эту заповедь древнюю, но и всегда новую, обновляющуюся, о том, что истинно во Христе и что истинно в вас, о том, как исчезает тьма и как настоящий свет проникает в вашу жизнь. Тот свет, который и есть сам Бог. В первой главе евангелист говорил о том, что Бог есть свет, и в нем никакой тьмы. И вот этот истинный свет уже светит. И основная мысль его вот в девятом стихе. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Тот еще во тьме. Свет Божий настоящий, когда он проникает в человеческую жизнь, в человеческое сердце, в наш ум и в наши поступки, и в наш дух, он действует и значит, начинается, рождается, происходит любовь к брату своему. Если ты ненавидишь брата, значит, ты не во свете, а во тьме. Что бы ни было остальное, там, исповедание, слова, которые человек говорит, мотивы и так далее, неважно. Если в твоих поступках тьма, значит, и в твоем сердце тоже тьма. И узнать, вошел ли ты в свет, можно не путем озарений, а глядя на свои собственные поступки. Если ты любишь брата, значит, ты вошел в свет. Если ненавидишь, нет. Еще раз напомню, что проникновение в иные миры, третьи, пятые или какие-то небеса путем потери здравого, трезвого ума, измененных состояния сознания, называли всяческие гностики в те времена еще и войти в свет. войти в свет. Вот Иоанн говорит, вот этот вот сидит в поезде лотоса и всех над всем превозносится. Как выяснить, во свете он или нет? Если ненавидит брата, значит, что бы он ни говорил, все равно во тьме. И ты сам, да? То есть, видимо, все-таки какой-то оттенок полемики с этими мистами, с этими вот религиозными практиками и учителями, которые были хорошо знакомы, все время представали перед глазами христиан Малой Азии, вот оттенок отголосок этой полемики все же явно присутствует. Получается, что евангелист в этом послании в первую очередь старается думать и писать и свидетельствовать о том, что то благовестие, которое дано, благовестие о том, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Это благовестие относится к очень практической жизни, к реальным поступкам, к тому, что люди проживают и делают в здравом уме и трезвой памяти, что составляет их жизнь, которая кажется такой обычной, такой, может быть, неинтересной, посусторонней. Ну что это? Ну, понимаешь, работа. Да, где заработать на хлеб? Как помочь родным? Да, с кем или чем можно поделиться с тем, кто нуждается? Какие-то такие обычные вещи, которыми все живут, которые действительно у любого человека перед глазами. Евангелист, в общем, говорит о том, что именно сюда приходит Бог. Именно это жертва Христова очищает его кровью. Именно здесь зажигается источник света Божьего, а не в каких-то экзотических, придуманных вещах. Придуманных, потому что да, все эти религиозные учителя говорили, что давайте мы сейчас с вами там выйдем куда-то, будем делать что-нибудь неудобесказуемое, придем в измененном состоянии сознания, транс, у нас тут будет все помутиться, свет в конце туннеля. Вот Евангелист говорит о том, что нет, это все обманка. Настоящий Бог в настоящей жизни, в реальности. И вот дальше, в середине второй главы есть некоторый фрагмент, выбивающийся из общей логики, может быть, это вставка из похожего текста, может быть, это, знаете ли, пролог какого-то другого послания, которое на ту же тему, или не на ту же тему, которое, так сказать, вот интерферирует с текстом и так, что в итоге получилось единое послание. Так или иначе, здесь речь идет о том, что вот пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Ради имени Христова, не как-нибудь иначе. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего, может быть, это попытка, знаете, для всего многообразия людей, юноши, отцы, дети, все, да, разные, вот, описать, что это значит быть во свете, быть в Боге. И грехи прощены, вы знаете, сущего, победили зло, знаете, безначального, у вас есть эта сила правды, и вы победили лукавого. Вот вам всем я пишу, потому что вы в Боге, и его победа реализуется в вашей жизни. потом, с 15 по 17 стих, три стиха, такие очень и очень неожиданные в каком-то смысле. Евангелист говорит, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчий. И за последние две тысячи лет эту фразу гоняют в хвост и в гриву люди, которые не хотят работать, не хотят трудиться для ближнего, не хотят брать на себя ответственность за мир. Знаете, потому что как только человек хочет закрыть глаза и не видеть свинства окружающей жизни, он говорит, нет, нет, это все мир, космос, не любите мира, не будем. Как только человек не хочет брать на себя ответственность за несправедливость и подлость человеческого общества, а общество всегда в той или иной степени несправедливо и чаще всего очень жестоко несправедливо. Тоже ведь говорят, нет, нет, это мирское, не будем, вот понимаете, как можно было сотни лет терпеть крепостное право и делать вид, что все в порядке. Вот, да, сейчас через полтора столетия после государя императора Александра Второго, отменившего его, это непостижимо. Как такое могло быть? Что было с нами, какое помрачение, ослепление, если мы в массе своей считали это рабство вещью нормальной, ну, за исключением родищего. Ну, вот так, мы прикрывались словами не любите мира, не того, что в мире. Это все мирское, у нас все возвышенное, там, в духовное, тролливали. Очень оказывается обоюдоострая и опасная фраза. Сам-то евангелист, заметьте, пишет в Евангелии в третьей главе «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». 15 стих и, кстати, 16 рядом, да, стих третьей главы Евангелия Таанна надо обязательно читать рядом. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И «Не любите мира, ни того, что в мире». Одно без другого оказывается несбалансированным. И поэтому это небезопасно. Стало быть, вот «Не любите мира, ни того, что в мире». Евангелист поясняет здесь, что вот это вот все в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ну можно там по-другому перевести, смысл не изменится принципиально. Все то, что навязывает нам мир, все то, что мир предлагает нам в качестве ценностей и целеполагания, это все не от отца, это все от мира всего. От отца стало быть что-то другое. И еще один важный очень момент в 17 стихе евангелист говорит удивительную вещь. Вообще-то, говорит он, этот мир проходит. Вот он как бы перед нашими глазами мимо нас проходит или как тень, дым над водой, туман развеивается. Вчера есть, сегодня нет, или сегодня есть, завтра нет. Вот это потрясающая на самом деле идея, потому что мы ведь воспринимаем с вами только этот мир как что-то прочное материальное. А евангелист говорит, нет, на самом деле мир в общем почти кажемостью проходит. А по-настоящему прочное исполнение воли Божьей. Стало быть, пребывание в Боге и в свете Божьем, исполняющий волю Божью пребывает вовек. Здесь, в этом мире, но не подчиняясь этому миру, а исполняя волю Божью. конечно тоже поразительная вещь, которая очень освобождает наши взаимоотношения с миром, не с людьми, заметьте, а с миром, который пытается как-то на нас влиять. И наконец еще один фрагмент второй главы посвящен тому, что времена, в которых живет евангелист, и все мы, любые времена, они последние. Он говорит, вы знаете, что в последние времена придет антихрист. Ну, видимо, да, это легенда об антихристе. Легенда в смысле литературной реформы, да, рассказ об антихристе, вот они все знают, придет, да, будут последние времена. Евангелист говорит, да, посмотрите, я не вообще как, не сосчитаешь этих антихристов, много явилось антихриста, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Заметьте, что евангелист Иоанн, в общем, не рисует нам картину страшного антихриста, ощерившегося пушками, обманывающего человечества, путаницей добра и зла, такой гигантской фигурой, страхозидной, ну, потому что каждое поколение готово объявить таким гипер-антихристом кого угодно, чаще всего наличиствующего правителя, как Петра Первого считали, таково в его время, понимаете, и поэтому мы ведем жизнь и мир, как Бог, вот, громадные антихристы, там, значит, они бьются, и поле битвы сердца человека, как говорили персидские язычники, зороастрийцы, а вовсе это не наши мысли, так вот, евангельский говорит, нет, нет, нет такой глобальной оппозиции, Христос один, а антихристов как собак нерезных, и мы понимаем, что последний вариант, потому что именно вот этой мелочи, пытающейся противостоять Христу, пытающейся оторвать себя и кого-то еще от Христа, вот этого много, поэтому мы понимаем, что это такая вот апокалиптическая ситуация, апокалиптическая борьба, когда мир проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек, знаменитая фраза в 19 стихе, они вышли от нас, но не были наши, ну, христиане, как только кто-нибудь говорит им что-то неприятное, типа того, что заповеди надо было исполнять, и не надо было подменять, не знаю, молитвам или твословием или общение со Христом чем-нибудь еще, все христиане сразу начинают говорить, о, не, они вышли от нас, не были наши, это такая стала формулировка, чтобы снять с себя ответственность и разрешить себе не любить ближнего, да, выбросить из своей жизни братьев. А на самом деле евангелист вероятнее всего говорит именно об этих учителях сомнительной религиозности, которые где-то вот тут на периферии христианских общин все время существуют и выходят проповедовать, часто делая вид, что они христиане, часто пытаясь запутать всех, кого можно. Вот, собственно, что здесь имеется в виду. Но они пошли проповедовать чушь какую-то, не свет божий заповеди, а что-то совершенно другое. Ну вот стало видно, что они были не наши, не все наши. Но, говорит Иоанн, ну вы же имеете помазание от святого, такое благословение, как на первосвященника, как на Аарона, изливаемое масло, которое делает первосвященника способным к развлечению. Вообще функция храмового ветхозаветного священства неожиданно здесь вспоминаемая в связи с помазанием, учить законы, различать, что есть правда Божья и соответствует заповеди, что нет. Вы имеете помазание от святого и знаете все, говорит здесь евангелист. Поэтому, ну что я вам буду рассказывать собственно. Я вам написал не потому, что вы не знаете истины, потому что вы знаете и знаете, что всякая ложь не от истины. Вот лжец это тот, кто отвергает что Иисус есть Христос. Вот такой вот критерий евангелисты Иоанна. Как отличить ложь от правды? Как отличить лжеца от не лжеца, от того, кто говорит истину? Лжеца это тот, кто отвергает, что вот этот Иисус, тот самый, которого Иоаннгелис знает, тот самый, с которым он знаком, тот самый Иисус, который умер и воскрес. Вот Он и есть Спаситель мира, Христос. Иногда, знаете, бросается в глаза, как часто мы говорим о Христе и как трудно нам бывает или со Христом, и как трудно нам бывает говорить об Иисусе и быть в диалоге с Ним, потому что это самая острая болевая точка. Вот именно этот человек, о котором повествует Евангелие, о котором мы знаем, что Он говорил, что Он делал, как Он умер на кресте и воскрес, вот Он и есть Спаситель мира. Никто не будет другой, никто не будет другой. Вот собственно, что для Евангелиста важно, этот критерий Евангелиста Иоанна, он еще будет повторен дальше. Теперь дальше он говорит о том, что если ты Иисуса, как слово жизни, как Бог, в котором свет, тот, кто спасает мир, если ты его не принимаешь, отвергаешь, ну тогда ты и от Бога отвергаешься. По факту это не суждение оценочное, а не приговор, а просто констатация. Вот ты Иисуса не понимаешь, ну значит и Бог, и Бога не принимаешь, потому что это взаимосвязанные вещи для Евангелиста. Поэтому он говорит, то, что вы с самого начала слышали, то пусть у вас и будет это обетование Божье. Почему? Потому что вы исповедуете Иисуса Христом. Вот это обетование вам дано. И это обетование и есть жизнь вечная. Не после смерти, а здесь, где мы исповедуем Иисуса Христом. Даете нам обетование, которое есть жизнь вечная. И снова он повторяет, но вас не нужно учить, потому что вот это помазание от святого, свет Божий, который вас, когда вы исполняете заповеди, оно само вас всему научило. И вот в этом и стойте. Пребывайте в нем и еще раз снова в конце главы повторяется та же мысль, если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий делающий правду рожден от него. Если вы знаете, что он и есть Христос Спаситель мира, ну так знайте, что благодаря этому всякий поступающий по правде есть от Бога. от Бога. Продолжение следует...